Несогласованный вопрос К вам накопилось не то чтобы очень много, но все-таки животрепещущие, очень важные для нас и для наших телезрителей. Например, буквально вчера прошло заседание по коррупции пресс-конференции, посвященной коррупционным делам прокуратуре Забайкальского края. И вот свежие новости. Амнистированы крупные чиновники, которые до этого попали под уголовные дела. Это бывший министр социальной защиты Георгий Рева и глава наркоконтроля Забайкальского Осачий. Вы как оцениваете вот эти события? Это правильное решение? Ну, во-первых, не совсем заседание вчера проходило, а это как бы подача информации со стороны органов прокуратуры Забайкальского края в связи с тем, что в декабре отмечается Международный день борьбы с коррупцией. И этому мероприятию было посвящено и наше соответствующее мероприятие. Амнистировали чиновников тоже к празднику борьбы с коррупцией? Нет, это никак не связано с праздником. И более того, это не в полной мере можно отнести к деятельности прокуратуры, потому что деятельность прокуратуры, в принципе, основная деятельность борьбы с коррупцией, она находится на досудебной стадии. Наша основная задача – довести дело до суда, как люди говорят, чтобы не было дела спрятано куда-то под сукно. Ну и с учетом всего сказанного, с учетом собранных материалов, с учетом личности, заслуг перед Родиной. Они же тоже, никуда их не денешь, люди много лет работали. Заслуги, получается, перевесили ущерб, да? Да, и заслуги есть, и ущерб есть, и преступление совершено. Все это суд учитывает и выносит соответствующее наказание. Я не считаю, что по этим уголовным делам чрезмерно мягкое наказание. Вы не считаете так? Я не считаю, да, потому что это нормально уголовное наказание. Условный срок. Условный срок, да, это приговор. Как в таком случае продвигается дело с городскими чиновниками, бывшими городскими чиновниками, заместителями мэра Читы, Анатолием Куликовым, Шуликовским? Тоже самое по коррупционным делам, связанным, в том числе и с покупкой квартир для сирот. Вы помните эти дела? Ну, по Шуликовскому, насколько я знаю, судом уголовное дело рассмотрено. Хотелось бы знать, будет ли в связи с этими делами наказан кто-то еще? Может быть, какие-то еще фигуранты дела не... С этими делами нет, я думаю, что нет. Здесь все? Вот те, которые дела были названы, я думаю, что развития этих дел больше не будет. Я еще раз говорю, что это разовые, не длящиеся какие-то продолжаемые эпизоды. То есть, то, с чем органы предварительного расследования хотели разобраться, они разобрали дела, направлены в суд. Хорошо, Василий Савич, вот смотрите, сейчас расследуется дело Андрея Кеферова, бывшего министра финансов. Речь идет о полутора миллиардах государственных денег, которые были потрачены не по назначению. В то же самое время Андрей Иосифович Кефер, он работает в городском комитете финансов города Читы. Это вообще допустимо? Мы опять возвращаемся к той же теме и к тому же положению, что пока человек судом не признан виновным, мы не можем предъявить какие-то ему претензии. Дело расследуется, в суд оно еще не направлялось, тем более по нему нет никакого винительного приговора. Пока еще вопрос с направлением в суд в какой-то мере находится в подвешенном состоянии, потому что надо анализировать все добытые доказательства, заключения, экспертиз. Их много проводилось, вы знаете, что дело уже расследуется. Ну что уже, где-то около полутора лет, наверное. То есть, по законодательству он может работать в городском комитете по финансам? Пока мы препятствий не видим этому, да. Но не находятся ли под угрозой городские финансы теперь, если человек уже находится под следствием? Ну этого я вообще говорить не могу, потому что ему, собственно говоря, ни злоупотребление, ни хищение ему не предъявлялось. Появились новости о том, что прокуратура контролирует ситуацию с невыплатой зарплат бюджетникам, учителям в том числе, например. Сейчас около в 80 учреждениях края заблокированы счета из-за долгов по коммунальным услугам, из-за долгов пенсионный фонд, например. Как вы следите за ситуацией? Как вы можете влиять на ситуацию? Что предпринимаете будете? Какие действия? Мы в этом году в бюджетной сфере, конечно, себя немножко попроще чувствуем по сравнению с прошлым годом, потому что в прошлом году вообще финансовые дыра, это вот как раз о чем вы задавали вопрос, это связано с деятельностью в том числе и министра финансов Кефера, который, собственно говоря, за это и привлекается. Это очень сильно трясло, и только органы прокуратуры в прошлом году при нашем участии было выплачено от работников бюджетной сферы свыше полутора миллиардов рублей. В этом году у нас бюджетная задолженность находится в рамках примерно от 54 до 90 миллионов. Сейчас? Вообще в этом году, в разные месяцы. Это не константа, это не постоянная цифра, мы не можем ее, потому что в один месяц выплат больше, в другой меньше, где-то задержка идет месяц, где-то две недели, то есть она постоянно меняет цифры. Но вот в этих рамках от 54 до 90. Здесь интересно, в этом случае прокуратура следит за ситуацией, кто пострадает. Не хотелось бы, чтобы пострадали, допустим, невиноватые в ситуации руководители в тех же школах или больниц, которые, в общем-то, невиновны в том, что деньги не поступили. Нет, они не страдают. В полной мере они не страдают. Вы следите за ситуацией с тарифами на тепло? Это очень громкая история, связанная с повышением тарифов на тепло для предпринимателей, акционерном обществе ТГК-14, энергетиками. Прокуратура здесь тоже очень активно проявила себя и провела уже несколько встреч с предпринимателями, с энергетиками, с краевыми чиновниками. Это то, что вы видите, что мы публично, так сказать, показываем. Ну, результаты будут? Будут какие-то? Результаты уже есть, я насколько знаю, они же, в принципе, тоже уже соглашены администрацией. Но вы имеете в виду заявление губернатора? Ну да, да. То есть, насколько я понимаю, это все еще находится в стадии проработки. Но, во всяком случае, заявление об этом сделано. Я думаю, что слова не разойдутся с делом. И, во всяком случае, предпринимательское сообщество успокоилось. Я думаю, что... Не совсем? Не совсем, понятно. Да и мы еще не совсем успокоились. Самое главное, что нам и поручения с Генеральной прокуратурой идут, потому что это и на уровень Генеральной прокуратуры вышло. Они тоже осуществляют мониторинг, тоже видят... Генеральная прокуратура отслеживает ситуацию в Забайкале. Отслеживает. И все острые ситуации. Именно с тарифами. И с тарифами тоже, да. Все острые ситуации, которые возникают в любом регионе, которые выходят на уровень СМИ от российского... Российского уровня, федерального уровня. Они все отслеживают. И точно так же, как и я, допустим, на нашем региональном уровне берут это все на контроль. Нам присылают поручения. И в том числе, вот вчера я получил поручения по дальнейшей работе с тарифами, несмотря на то, что обстановка смягчается. То есть нам предстоит посмотреть правомерность вообще... Начисление, формирование, наверное, да? Начисление, формирование, структуры, зарплаты, премии больших там и так далее. То есть мы все это в ближайшее время посмотрим и в ближайшие месяцы будем сообщать Генеральную прокуратуру с тем, чтобы они имели представление, как этот вопрос развивается. Мне кажется, это хорошо, что Генеральная прокуратура следит в этом случае. Это хорошо, что они следят, но я вам хочу сказать, что я слежу. Наверное, энергетикам в таком случае не нужно расслабляться. Им не надо расслабляться, да. Тем более, что я бы сказал, что на протяжении вот 16-го года они, ресурсоснабжающие организации, довольно много, такую большую лепту внесли в напряжение социальной обстановки. Это, помните, микрорайон Березка, с которым я лично разбирался тоже и так далее, и так далее. Вот эти всплески, они почему-то так на фоне желания получить как можно большую прибыль, или они, в общем-то, с людьми не очень-то считаются. Это, конечно, не может никого радовать. Хорошо. Василий Савельевич, коллеги вот пишут о том, что ваш доход по сравнению с прошлым годом вырос с 3,1 миллиона рублей до 6 с лишним миллионов рублей. Могу я задать вопрос? Да можете, конечно. Как это случилось? Как это случилось? За что такое счастье? Да, да, да. Ну, коллеги еще должны понимать, что любой перевод и любой переезд с места на место, он сопровождается отчуждением имущества, да, потому что ты переезжаешь, ты с чем-то расстаешься, ты получаешь полный расчет по прежнему месту службы, и вот они упорно не хотят, они все время ищут какой-то криминал, что, ох, ничего себе, подросли деньжата, значит, ну, наверное, что-то такое случилось нехорошее. В этом году, безусловно, до тех денег, которые вот связаны были с переездом, такой суммы уже не будет, она будет меньше, и журналисты снова будут задавать вопросы, как так? Буквально в январе юбилей ждет прокуратуру российскую, прокуратура Российской Федерации. Что-то в Забайкале у нас планируется к этому юбилею? У нас очень большое количество в этом году представляется сотрудников наплачения правами генерального прокурора. Если суммировать действующих работников и ветеранов, то 61 человек представляется. Такого никогда не было. Спасибо большое за беседу. Сегодня в программе «Несогласованный вопрос на Запад ТВ» был прокурор Забайкальского края Василий Войкин. Спасибо.